В полном составе Лесная биржа, Даниил Чащин Даниил, добрый день Доброе утро Для вас еще доброе утро, а впереди уже Вполне себе добрый день Ну, во-первых, прежде чем мы начнем Говорить об этом спектакле Позвольте вас поздравить С номинацией на золотую Маску Нам это тоже приятно, что все-таки Назван спектакль Пермского театра-театра И вообще, как-то вы так Как-то так у вас получилось, что вы Приехали, чтобы сделать Два спектакля, обычно режиссер В сезон там ставит один спектакль У вас получилось два спектакля Один для Более взрослого поколения, и вот сейчас Появляется, наконец, спектакль Для детей, хотя я видела, что там Рекомендации 9-14 лет Речь идет О книге О спектакле по мотивам Книги Эдуарда Матвеева Лесная биржа, надо сказать, что Наши радиослушатели знают, кто Такой Эдуард Матвеев И обычно мы с ним связываемся В прямом эфире, чтобы взять У него консультации по поводу Теми вопросов, связанных С финансами С экономикой Однако, несколько лет назад Эдуард Матвеев презентовал свою книгу Более того, я хочу сказать, что У нас есть в Перми такая традиция Когда губернатор Пермского края 1 сентября Дарит Первоклассникам Какую-то книгу Определенного пермского автора И вот когда мой ребенок Пошел в первый класс Она вернулась 1 сентября Именно с лесной биржей Там мы с ней читали Как раз эту книгу И, в общем-то, я сама отчасти Училась этой финансовой грамотности И нашла способ Как объяснить ребенку Что такое деньги И почему все за деньги Почему нельзя просто так ничего приобрести И почему их стоит хранить Так или иначе Она это усвоила А что вас увлекло в этой книге И вообще, как состоялась ваша встреча С Эдуардом Матвеевым? Я не знал, когда Что это такой большой человек Как вы говорите Что всем первоклассникам Дарили книги На самом деле Все получилось очень случайно Не планировалось Спектакль заранее Это называется Не было бы счастья Да не счастье помогло Был локдаун Я никуда не мог уехать Я был в Перми Все мои премьеры Отменялись И я приехал репетировать Собаку Загадочное Ночное бисе собаки И тогда Егор Мухин Продюсер этого проекта Сказал Слушай, ну раз ты уж в Перми Может мы сейчас За лето Сделаем спектакль Для детей Вот есть вот такая вот Книга Лесная биржа Может тебе Окажется это интересно А я вообще люблю Делать спектакль Для детей На самом деле Это может быть Вполне не сказать Но я их там Раз в год Когда-то делаю В прошлом году Я делал новогоднее шоу В Российской Академии Наук С ребятами Которые занимаются Физикой, химией То есть ты как-то Это всегда какие-то Образовательно-развлекательные Спектакли И мне это Интересно Потому что это Такой челлендж На самом деле Это всегда вызов Потому что Ну образовательно Сделать интересно Не всегда бывает Не всегда получается Это часто может Превести в какую-то Лекцию И вот как это Превратить В какое-то Увлекательное Увлекательное Зрелище Это мне стало интересно И мы с Эдуардом Как раз начали Отписать пьесу И думать Вспоминая Какие-то мультфильмы Пиксаровские Диснея Какие-то комиксы Поскольку Ну уже Мы не можем Отставать от зрителя Молодого Современного Который смотрит Трансформеров Вселенную Марвел У нас конечно Не такие бюджеты Но сценарно Нам хотелось Чтобы это было Смешно Увлекательно Очень плотно По повествованию Чтобы были Какие-то узнаваемые Узнаваемые герои Поэтому у нас Появился Такой персонаж Которого нет в книге Зайчик-блогер Который ведет блог Он до этого Сочиняет рэп Ведет тикток Это такой подросток Который пытается Найти себя И в итоге Он потом Данил Извините Но ведь это Очень опасная история Потому что Сегодня тикток В тренде А послезавтра Он может быть Уже Не в тренде Есть такая опасность Мы вроде тоже думали Особенно про треки Которые выбирали Вот там Чтобы играла музыка Потому что Да Сегодня Эту музыку слушают Завтра уже не слушают Но Тем не менее Старались найти то Что будет вечно Вот Пиктакли будут часто Обновляться Ну я думаю Да На самом деле Мы про это говорили Вот Но Инстаграм Мы не думаем Что в ближайшие лет Пять куда-то уйдет Он все равно останется Я думаю Что у нас уже В крови И у подростков В том числе Это такая основная Наверное Платформа Ну там Титок Инстаграм Поэтому все-таки Надеемся Что Тикток Будет вечно Инстаграм Будет вечно И наша Сектакль Тоже будет идти Вечно Ну Идея Главная идея Книги Эдуарда Матвеева И кстати Там в этой книге Так куда-то вы пропадали Ага Главная идея Этой книги Эдуарда Матвеева Это все-таки Научить Финансовой Грамотности И он Один из таких Ярых Популяризаторов Финансовой Грамотности Которой Часто нет И у нас Взрослых И мы Многие Только сейчас Подходим К тому Чтобы правильно Планировать Тут тоже В этой книге Очень много Упражнений Есть И Очень много Таких историй Прикладного Характера Вот как это На театральный Язык перевести Ну Конкретное Задание Мы не стали Делать Потому что Тогда был Спектакль Шел Не час Сорок пять А размером В книгу И у зрителей Есть такая Возможность Купить билет Сразу с книгой Потом можно Дома Как раз Поупражняться У нас Есть интерактивы Когда Заяц Задает вопрос У своих подписчиков Как ему В той ситуации Поступить Что ему Выбрать А как Что такое Акации Акции Что такое Дивидинги Дивидинги И он Залом Напрямую Общается Артист Подходит С телефоном Начинает Снимать Зал Это все Отображается На экране И вот Кто попадает В кадр Тот И отвечает На вопрос Ну Это Вот проверен 25 Декабря На премьере У нас была Сдача Дети Очень Ну Кто был На сдаче Спектакля Сдача Это Там были дети Да Там были дети Их было Немного Но Они Очень Активно Участвовали Пританцовывали Песням Которые Так И Играет Вот Ну И Вроде Как Остались Очень Водушевлены Не знаю Поняли Они Что-то Про акции И биржи Там все-таки Опять же От возраста Зависит Сказали Что рекомендация 9-14 Ну Вообще Его можно Из шести Смотреть Рекомендация 9-14 Потому Что Понять Что там Происходит Потому Что Это Сложно Понять Даже Мне И Я Артист Там Сергей Китков Играет Брокера Козор Все это Заводит Эдик С ним Прям Вел Консультации Как это Все Устроено В принципе На спектакль Можно Идти Взрослым Чтобы Свою Грамотность Подтянуть Я думаю Что Точно Нужно Идти Взрослым Чтобы Потом И Грамотность Подтянуть И Что-то Объяснить Потому Что Разговоры С Сергеем Составляли Не один Час Объяснить Про что Он Рассказывает Но Как Говорит Сам Эдуард Мы Стараемся Рассказать О сложном На Простом Языке То В виде Какой-то Игры И Не знаю Случится ли После этого Какой-то Массовый Бум Акций И покупок Играспрома Тинькова И прочих Компаний Но Это Спектакль Который Учит Грамотно Относиться К деньгам Внимательно К ним Относиться И Не поддаваться На Спекуляции Которых Сейчас Очень много И звонков И каких-то Предложений Очень много Шарлатанов На этом пути И можно Легко довериться Кому-то доверять На свои финансы И на это На самом деле Сильно потерять Наверное И про этот Спектакль Тоже А может быть И в первую очередь Про это Что Изначально Нужно Думать Головой И Внимательно К этому Относиться Потому что Могут быть Какие-то Очень Печальные Последствия А как Вы считаете Уже Уходит Из обихода Такой Стереотип Когда Ну как же В театре Это же Храм искусства Вы ставите Спектакль Про деньги Обычно Если ставят Там про деньги Вспоминаются Островские Бешеные деньги Где осуждается Конечно Наживо А тут Вы учите Людей зарабатывать Ну ничего святого Еще и наши Безобразие Безобразие Вот Это Стереотип Уже уходит Люди Начинают Нормально Относиться К этому Не стесняться Быть богатыми Зарабатывать И говорить Об этом В театре Ну Опять же Мы вот Смотрели Например Спектакль Фильм о Пиксах Да Где вообще Ну если разобрать С точки зрения Пиксах Просто я Так поклонник Этой киностудии И того контента Который они Воспроизводят Каждый год Я так просто Вдумался Да Там Они делают Фильм Про крысу Которая Повар Да Которая Оказывается На кухне Ну Мышь Да Они делают Там Тайна Курко Фильм про смерть Где все время Просуждается смерть Они делают Головоломку Мультфильм Где все происходит В голове У девочки Где персонаж грусти Является одним Из главных героев Да Хотя мы наоборот Стараемся Говорить Что вот Мы позитивно А там Говорится про то Что плакать Это на самом деле На самом деле Это хорошо Чувствовать Это хорошо Вот И они поднимают Такие темы Которые Казалось бы Не стоит и поднимать Ну Кто-то это будет смотреть Но тем не менее Они ведут Свою тоже Просветительскую Деятельность Образовательную Деятельность И Мне кажется Что это Ну это важно Сегодня театр Это диалог Да Диалог С современным Человеком Который живет В современном мире Это не какой-то Отдельно взятый Организм Куда мы приходим Ну как кафедра добра Да Я не очень люблю Эту фразу Потому что Ну как-то Станово становится Пафосно И тем более Видите Детский спектакль Ну как Как я наблюдаю Когда я ставлю Детский спектакль Часто же приходят Родители На детский спектакль Ведут детей Покупают билеты Именно родители И что они хотят Увидеть Те спектакли Которые они видели Когда-то в детстве То есть они видели Там Буратино Или там Кошкин дом Что они видели Там Когда они были маленькие И когда они приходят В театр Они И стараются Увидеть там то Что они видели Когда-то тогда Вот Не учитывая Что Вышел уже Фильм Трансформеры Ну как например Да И дети уже Совершенно Другое Смотрят И другим интересуются Деньги Это то Чем интересуются Дети Сегодня Как заработать Как ввести блок Как там какой-то Сделать стартап Это правда Запрос Сегодняшнего Поколения Который Вас так же Отзывается На поколение Отзывается Или запрос Отзывается Запрос Ну я В этом плане Счастливый человек Я Делаю то Что мне нравится И при этом Зарабатываю на этом Деньги Да То есть Как говорил Эйнштейн Что нужно делать Чтобы никогда не работать Нужно полюбить свою работу Вот я в принципе Не работаю А при этом Еще получаю Какие-то Какие-то финансы По идее Деньги Это бонус для меня По идее Я бы и так этим занимался Но мне еще платят В общем я здорово устроился Поэтому я не думаю Куда бы чего вложить В составе актеров Которые заняты В вашем спектакле Есть и молодые артисты Есть и люди Старшего поколения Вот с кем было Сложнее работать Все-таки Очень многие люди Старшего поколения Отвергают вообще Все что там Тикток Эти ваши интернеты И так далее Было бы Им было очень интересно Вообще я люблю такие Такие вот Когда одно в другое входит Когда молодое поколение Общается с более возрастным поколением Потому что они Друг у друга учатся Например старшее поколение Если говорить Про Муглдык Это очень ответственное поколение Это школа Которая вот раньше Была у артистов Она как-то вот Я удивляюсь Потому что вот Актеры Которые старшего поколения Они приходят заранее Всегда заранее До репетиции Они делают разминку Они делают речевую разминку Они делают Физическую разминку Они переписывают Везде Заучены Переписанные В тетрадку Отдельно Да Молодое поколение Оно Реже Наблюдаю В основном Это какие-то Всегда с работы На работе Куда-то Успел Прибежал Надо уже куда-то Выбегать А это люди Которые действительно Живут в театре И это Ну Театр Это семья Да Вот это люди Которые действительно Эту идею Несут с собой Вот Но при этом Конечно Мы Причем Мы как-то делали спектакль Мы Я просил артистов Завести инстаграм Своего героя Я просил их Написать